День Победы – это праздник, объединяющий всех независимо от национальности. Об этом заявил президент Евгений Шевчук. Глава государства прокомментировал ситуацию в соседних государствах на фоне Великого Праздника, а также выразил свое негативное отношение к процессам переписывания истории. Такого празднования Дня Победы на территории воинской части оперативной группы российских войск Приднестровья еще не было. Организовано все на высшем уровне, как говорится, без сучка и задоринки. Ко всему подошли по-военному, тщательно и с ответственностью. Многонациональные жители столицы и гости города остались довольны. И здесь нет ничего удивительного, ведь День Победы – это объединяющий праздник, говорит президент Евгений Шевчук. Сегодня великий праздник – День Победы. Этот праздник нас объединяет всех, независимо от национальности. И этот праздник напоминает нам, что мы должны быть все вместе, что мы должны оборонять и защищать свою родину, должны быть верными и преданными памяти своих дедов. И мы здесь, в Террасполе, празднуя День Победы, вспоминаем всех погибших на фронтах сражений. И свято чтим память тому подвигу, который совершил советский солдат. В советской армии воевали и русские, и молдаване, и украинцы. И только вместе мы могли бы и смогли противостоять такому опасному врагу. А вот по периметру Приднестровья этот День Победы отмечают совсем по-другому. Так в соседней Молдове проходят грандиозные совместные учения с военными Соединенных Штатов Америки и НАТО. В Одессе введены повышенные режимы безопасности, и по Южной Пальмире ходят вооруженные бойцы полка АЗОВ. То, что происходит сейчас в Кишиневе и в Одессе, к сожалению, на мой взгляд, разъединяет больше, чем объединяет. Российский солдат находится здесь, на берегах Гнестров, более 200 лет, и сегодня несет сложную такую миссию охраны мира в рамках миротворческой операции. За что мы от всего Приднестровья благодарны русскому солдату. В то же время российские военные наглядно показывают, что готовы и дальше поддерживать мир и стабильность в Приднестровье. Впервые они приняли участие в военном параде на центральной площади Тирасполя. Ведь День Победы – это особый праздник для всех людей, которые живут на территории бывшего Советского Союза. Это праздник, который освободил помимо Советского Союза еще и всю практически Европу от фашизма, и дал возможность людям жить и смотреть. Недаром сейчас в этом году прошли очень многие акции бессмертного полка в Соединенных Штатах Америки, во Франции и в других странах Европы. Это говорит о том, что ничто не забыть, ничто не забыто. И если мы не будем сохранять эту светлую память перед теми, кто нам подарил это мирное небо над головой, конечно же, тогда опять грянет беда. И мы будем эту историю, по сути, переписывать заново. Зачем? Наверное, мы это не хотим. Мы хотим оставаться верой и правдой в то, что нам рассказывали наши деды, прадеды про войну. Мы обязаны донести до наших потомков всю правду о Великой Отечественной войне, говорит Дмитрий Зеленков. Это действительно важно на фоне постоянных попыток переписать историю и обелить пособников фашистской Германии. Переписывание истории создает условия, когда человек забывает, кто он такой, какие у него корни, кто его предки, за что воевали, что охраняли, что любили, что строили. Поэтому переписывать историю ни в коем случае нельзя. Есть такие везде попытки, мы видим, у наших соседей предпринимаются. Поэтому День Победы, он такой краеугольный камень в истории нашей страны, в истории Советского Союза. И мы оберегаем и сохраняем это историческое наследие. Президент Евгений Шевчук поблагодарил военнослужащих оперативной группы российских войск в Приднестровье за организованные праздничные мероприятия на территории воинской части. Александр Логутин и Салават Шейхулисламов, Первый Триднестровский телеканал.